Слава Украине! Приветствую от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Приперлись с оружием, убивают женщин, детей, что-то пошло не так, огребли звездюлей. Да, значит давайте посмотрим прежде всего где и что там происходит. Вот я уже выложил данные по Авдеевке, где они атакуют и где соотношение зафиксированных, подчеркиваю, зафиксированных потерь. То есть, что значит зафиксированное фото, видеоматериалы. Зафиксированных потерь рашистов почти в 14 раз больше, чем у нас. То есть, там сумасшедшее количество танков, артиллерии и всего. Ну, прежде всего танки БМП, то есть то, чем они пытаются прорывать. Это понятно. Вот. И в лишнем составе у них то же самое. У них сумасшедшая потеря, то есть они гонят их на убой. И объяснить это нормальной человеческой логикой совершенно невозможно. Потому что это бездумная атака, лобовая, беспрерывная, где они теряют сотни военнослужащих своих. Ну, видимо, они для них абсолютно лишними являются. И так это продолжается изо дня в день 24-7, что называется, система. И вот эти потери 1 к 14, они, видимо, справедливы как для техники, так и для личного состава. Ну, так это мне видится. На других участках там другие соотношения. Просто потому что нет такого лобового, тупого, тупейшего штурма, как они делают под Авдеевкой. Им, видимо, поставили задачу там к какому-то числу захватить город. Ну, помните, как под Бахмутом они убитыми и ранеными потеряли в общей сложности до 100 тысяч человек. Что тут можно говорить? Им плевать на личный состав, им плевать на солдат. Для них это общий расходный материал. Они на него одели форму, уже все, его списали. Да, таким вот образом. На других фронтах соотношение, конечно, поменьше. Где-то 1 к 7, но все равно разница огромная. И неприятности, конечно, у них постоянно сейчас идут. Все уже смеялись. Сегодня это с Херсонской области, где одновременно сразу два ведущих пропагандистских агентства, РИА Новости и ТАСС. Одновременно, замечу, одновременно публикуют такие заметки о жесте дохлой моли на Херсонском правобережье. А потом точно так же одновременно его снимают и пишут, что аннулировано. Заметьте, они не извиняются за то, что сообщение ложное. А сообщение аннулировано, ну, я не знаю, как вредоносное, еще как-то. То есть, ну, я это объясняю себе таким образом, что тут два варианта. Первый, попытаться наших заманить большими силами перейти на левый берег, чтобы потом ударить по нашим артиллерией. Ну, как вариант, да, может быть. Вот. Второй вариант, это все-таки приучить местную, его я считаю более таким, более вероятным, приучить местную вату к мысли о том, что сдача левого берега Днепра неизбежна. То есть, такими вот сообщениями можно достичь того, что не будет никакого особого взрыва возмущения, когда уже по факту они начнут отступать из Херсонской области. Ну, только так это можно объяснить. Потому что, знаете, случайно, допустим, хорошо, наши там сделали какую-то бяку, да, хакеры, и вот РИА Новости взяла и выпустила подобную статейку. Но одновременно РИА Новости и ТАСС, тем паче, что наши ничего не делали в этом плане. РИА Новости и ТАСС одновременно выпускают похожие по содержанию статьи, которые будоражат их, так сказать, общество, а потом одновременно их снимают. Нет, это, конечно, запланированная акция. Случайность это, когда одно агентство что-то ляпнуло, а потом убрало. А тут одновременно, не один у другого сляпал, а одновременно выходят через два ведущих агентства вот такие вот новости. Ну, ребят, вы же понимаете, чудес не бывает и случайностей в таком плане тоже не бывает. Значит, кому-то это было для чего-то нужно. Вот это надо понимать. Теперь давайте по количеству потерь. 800 укандропупленных федерастов за вчерашний день. Общее количество путинасосов, которые пошли в Украину и что-то у них пошло не так. Ну, что ж, хотели... Они хотели здесь убивать, они хотели здесь жить вместо нас. Вот. Но вот у 312 550 путинских бандитов это уже не получилось. Никогда в жизни не получится. Как говорится, палуба крейсера «Москва» вам в помощь. Да. По танкам посмотрим. Вчерашний день 5 штук. Вот видите, 800 укандропупленных федерастов и 5 танков. Это говорит о том, что продолжаются мясные штурмы. Просто мясо, мясо, мясо бежит. Мясо им вообще не жалко. Оно для них не существует. Это они их просто как мусор выкидывают. Все, выкинули, их нету. Значит, 5354 танка с начала российско-фашистского вторжения. И 6 бронемашин различных типов. Соответственно, 10 079 с начала полномасштабной войны. 10 артиллерийских систем за вчерашний день у контрпуплена. 7569 пушечек у Путина, как корово, языком слезало. Нормально. Хорошо идем. Так, по самолетам-вертолетам старая цифра 322-324. Надо сказать, что наши очень аккуратно пытаются подходить к вопросу данных по самолетам-вертолетам. Ничего лишнего не дают. Ну, вот как-то так. Беспилотники только 2 штуки за вчерашний день. Окей, хорошо. 5634. И одна была крылатая ракета. Это Х-59 была сбита. 1561 крылатая ракета всего. Ну, надо сказать, что к крылатым ракетам, к беспилотникам надо приготовиться. По всей видимости, как только пойдет минусовая температура, они их будут пачками посылать, как в прошлом году. У нас были дни, когда в день в том году прилетало, по-моему, 106 или 110 ракет. ПВО работало над головой просто беспилерно. Это в день было, да. Сейчас у них больше 800 ракет они настроили, налепили. Соответственно, могут себе позволять раз в неделю там пуляться какие-то дни по 50, по 60 ракет. Здесь каких-то там без проблем, да. Ну, ПВО у нас было другим тогда. Сейчас другое. Сейчас, кстати, вот в Америке уже прошли испытания БУК М1, которые у нас их много, этих БУКов. А вот ракет к этим БУКам у нас немного. Так вот, их соединили с американской ракетой зенитной. И вы знаете, удачно. Удачно хорошая оказалась ракета. Ну, ракета сама по себе хорошая. И БУК М1 сам по себе вроде неплох тоже. Ну, да, устаревшее оружие, но оно выполняет свою роль. Вопрос только в том, их было совместить. Вот на полигоне в Соединенных Штатах их как раз совместили. И теперь вот это ПВО будет стандартным ПВО у нас. Потому что, еще раз повторюсь, ракет для БУКов у нас уже осталось не так-то и много. А вот этих вот ракет американских, их тысячи и тысячи. И ими можно пуляться. Ну, лучше всего, конечно, они будут отрабатывать по шахедам. Ну, по крылатым ракетам тоже замечательно абсолютно. Так что, вот так вот. Дальше поехали. Автотехника и цистерны. 5 штук за вчерашний день. 9 тысяч 949 всего. И одна единица спецтехники. 1079 с начала российско-фашистского вторжения. Таким образом, ребята, продолжаем отрабатывать. Видите, пока патерасты бросают в дело вход мясо. Своё мясо, которого у них предостаточно. Они, если что, могилизируют столько, сколько им надо. Но мясо ничего решить не может. Само по себе. Без умного, без умных офицеров. Без каких-то продуманных действий. Без хорошей техники. А вот с этим всем у них очень большие проблемы. Когда нет. Якшене морозуму уважай калика. Вот это вот про них. Всебуды Украина. Субтитры сделал DimaTorzok